Илья Ковальчук начинал свою хоккейную карьеру более 20 лет назад, еще в 1999 году. Уже после первых матчей за «Спартак» стало ясно, что в России вновь появилась настоящая суперзвезда мирового хоккея. В 2001 году Илья был выбран под первым номером драфта и следующие 9 лет с небольшим перерывом на сезон 2004-05 из-за локаута, выступал за «Атланту Трэшерс». Летом 2010 года Ковальчук подписал контракт с Нью-Джерси Девил с сроком на 17 лет. По соглашению Девс за следующие 17 лет должны были выплатить российскому нападающему 102 миллиона долларов. Однако проведя за клуб из Нью-Джерси 222 матча, и набрав в этих матчах солидные 201 очко по системе гол-пасс, Илья Расторг контракт с американским клубом и вернулся в КХЛ, где следующие 5 сезонов выступал за питерский СКА. В сезоне 2018-19 Илья вернулся в НХЛ, где подписал контракт с Лос-Анджелес Кингс. Однако отыграв полтора сезона за «Ферзей» был обменен сначала в «Монреаль Канадиенс», а оттуда в «Вашингтон Кэпиталс». В начале 2021-го Ковальчук подписал контракт с «Авангардом», но уже в конце апреля покинул «Омский клуб». Тогда сообщалось, что 38-летний форвард хочет продолжить карьеру в НХЛ и постараться выиграть кубок Стэнли. Вот только, судя по всему, клубы из США и Канады слабо были заинтересованы в подписании контракта с ветераном. В итоге Ковальчук приостановил карьеру и стал генеральным менеджером сборной России по хоккею на предстоящей Олимпиаде в Пекине. Правда, по информации американского издания Эспнелья Ковальчук может вернуться в НХЛ после Олимпиады, а подписать контракт с российским хоккеистом может «Вегас Голден Найтс». В этом сезоне команда из Лас-Вегаса идет на пятом месте в западной конференции, одержав 25 побед в 43 матчах. Очевидно, что «Голден Найтс» без проблем проходит в плей-офф по итогам сезона, а значит команда должна думать об укреплении состава перед стартом игр на вылет. Сейчас в НХЛ выступают лишь два хоккеиста, которые страши Ковальчука, 42-летний нападающий Флориды Джон Торнтон и 40-летний вратарь Баффало Крейк Андерсон. Так что вернувшись в Национальную хоккейную лигу Илья сразу станет одним из ее главных ветеранов. Ожидается, что 38-летний игрок подпишет контракт с «Вегасом» до окончания сезона 2022-23. Более того, ради возвращения в НХЛ российский хоккеист согласился на минимальный возможный оклад – 750 тысяч долларов в год. По информации, Эстон Ковальчук присоединится к новому клубу в начале марта, Олимпиада заканчивается 20 февраля. Это значит, что свои первые матчи Илья сможет провести уже в начале апреля, как раз под занавес регулярного сезона.